Необходимо согласовать и изменить правила приема мигрантов для решения нынешнего кризиса, поскольку правила 25-летней давности, описанные в Дублинской конвенции, не могут применяться в текущих условиях, считает глава МИД Италии Паоло Джентилони. По мнению итальянского министра, явление миграции кардинально изменилось за последние годы, в частности, в своих размерах и причинах, поэтому необходимо внести изменения в правила приема нелегалов, а также не забывать и о ее корнях, войнах, бедности и существующих диктатурах. Необходимо европеизация управления потоком мигрантов, то есть право на получение убежища в Европе. «Мигранты прибывают в Европу, а не в Италию, Грецию, Германию или Венгрию», — сказал Джентилони в опубликованном в среду интервью газете Каурир де Урсера. При этом он подчеркнул, что это является единственным способом двигаться вперед в этом вопросе, в противном случае то, что сейчас происходит, может поставить под сомнение Шенгенское соглашение и стать причиной возвращения к старым границам. Во-вторых, надо создать каналы для легальной иммиграции в Европу. В целом, нам нужны легальные мигранты, которые обладают навыками и талантами. «И наконец, нам необходимо распределить обязанности между странами», — добавил глава итальянского МИД. Согласно данным, обнародованным в августе руководством операции ЕС «Тритон», с января по июль 2015 года на территорию ЕС прибыли 340 тысяч мигрантов. За этот же период прошлого года число беженцев составило только 123,5 тысячи, а за весь 2014 год — 280 тысяч. Впервые за последние месяцы в июле число мигрантов, прибывших в ЕС, превысило 100 тысяч человек и составило 107,5 тысячи. Наибольший поток беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока зарегистрирован в Италии, куда пребывает почти треть всех мигрантов, и в Греции. Продолжение следует...